Добрый вечер, дорогие товарищи! Здравствуйте! Борьба за отечественное производство. Почему мы его рассматриваем? Потому что производство, конечно, основа основ. И в первую очередь подразумевается, это крупная машинная индустрия, которая показывает вообще мощь любой страны. Не будет производства, не будет и нашей страны, России. Каждое производство носит общественный характер. В рамках единой собственности кооперация любого производства. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц работает на одном или между собой совмещенных процессов производства. И вот… Планомерно. Планомерно. Именно планомерно. Спасибо. Почему? И планомерно, потому что от слова «план». Потому что в хаотическом, конечно, порядке развития такого не достичь. И вот очень важно рассматривать, как же наша страна будет развиваться и какие результаты будут. И вот если так посмотреть, то за последние годы, и вот сегодня выступал Владимир Владимирович Путин в послании к Федеральному собранию, сказал, что темпы производства за прошлый год спад был 3,7%, а за этот год 0,3%. Что же надо делать? Надо, конечно, в первую очередь государству регулировать всю экономику нашей страны. Чтобы планомерно развивалась наша страна, нужно, конечно, в первую очередь, как костяк, как ядро сделать план. План на государственную собственность. При капитализме государственная собственность – это собственность класса капиталистов. Но это их общественная собственность класса капиталистов. И она составляет по отдельным оценкам от 20 до 30% в России. И на свою собственность, конечно, надо сделать план, который носил бы директивный характер, то есть обязательный к выполнению. И чтобы предприятия не разваливались, конечно, надо ввести тут же экономические рычаги, которые мы рассматривали. Это амортизованные отчисления. Это от слова «морт смерти», а «морт недопущения умирания предприятий». И это был бы очень эффективный метод. Второе, конечно, надо сделать, чтобы было накопление. Потому что без стратегического вот такого планирования, конечно, без денег ничего не сделаешь. И на это планирование, и на реализацию этого планирования, и также на реализацию, чтобы организовать организацию реализации закона, который гласит о стратегическом планировании. И, конечно, нужны деньги. Второе, накопление. Где накопление брать? Вот есть прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость, поскольку либеральная, то есть свободная экономика, отправляется за рубеж в обшорные зоны, куда угодно, куршавелят. И на развитие не остается. А капитализм предусматривает самовозрастающую стоимость. Но как она будет возрастать, если уводит в прибыль, уводит за границу? И, конечно, развитие не получает страна. Это же по законам капиталистического общества. Третье, что надо сделать, это кредитование. Кредитование у нас идет, вы знаете, поскольку ставка рефинансирования 10%, ключевая ставка банки накручивает, а их более 600 банков на сегодняшний день, накручивает свои проценты, предлагают за 17-20, там больше процентов. Конечно, отсюда предприятия не будут развиваться, поскольку нет такой рентабельности у предприятий. Четвертое, что надо сделать, это, конечно, ввести, чтобы деньги были в прогрессивную шкалу налогообложения. Сегодня, кстати, тоже говорили в послании к Федеральному собранию, чтобы Путин в своем выступлении говорил, что мы брали на себя обязательства 4 года не менять условия налогообложения, и мы выдерживаем это. Но это говорит о том, что что-то меняется, конечно, в умах, потому что если посмотреть в других странах Европы, в Соединенных Штатах Америки, конечно, там прогрессивная шкала налогообложения прогрессивная и достаточно большая. По Европе это около 50 из 50, в Америке это 30%, а в нашей стране 13%. Причем малоимущие там освобождены во многих странах, а в нашей стране и малоимущие тоже платят 13%. Отсюда тоже вот это деньги. Нужно ли, чтобы за это кто-то, за вот эти направления боролся? Да, нужно, чтобы трудовые коллективы боролись. Ставить основу на профсоюз шмаковский? Ну, навряд ли, потому что не выработали они ни каких-то очередных мер важных, не поддержали, не участвуют и не предлагают меры или, тем более, программу развития России. И такое вежливое, безразличное отношение, где концентрация идет, ну вот, например, на РКР, Российский комитет рабочих в Нижнем Новгороде, встречаются, вырабатывают коллективные решения, и коллективные решения направлены на борьбу, на борьбу, в том числе и за сохранение и развитие отечественного производства. Ну вот, очень важно, чтобы в нашей стране понимали, что нужно развивать свою экономику, а не отправлять деньги за границу. Вот, сколько было патриотизма на Украине. И ценю, как председатель правительства заявлял, что слава Украине, любовь к Украине, нет денег, помогите. И в то же время, сейчас уже не власть, 24 виллы закупил в Майами, в США. И такая общая тенденция у многих руководителей, это на Украине. Памятники Ленина снимают, думают, для того, чтобы лучше жить, надо что-то разрушить. И разрушают. Ведь не только у нас 70 с лишним тысяч предприятий перестали действовать в нашей стране, но и в других странах. В Латвии, которая выпускала на всю страну электрички, не выпускают. В ЭФ, прекрасные приемники выпускали, не выпускают. Но зато против ленинского наследия, которое и реализовывал Сталин, была крупная промышленность, крупное производство, крупное развитие было. Также в других прибалтийских республиках, также в Средней Азии, в Среднеазиатских республиках, в Абхазии. Памятник Ленина, который стоял на пьедестал, только остался. Сухум прибор, где работало полторы тысячи человек, не работает. Фабрики не работают. Но зато, как и на Украине, независимость над разбитым Совмином, а это девятиэтажный такой, или десятиэтажный высотный корпус, стоит независимой Абхазии. И особо не просится в состав России, как я понимаю. Деньги тоже, как и общая болезнь, куда-то теряться. Но и в нашей стране есть ли такие болезни? Конечно, есть в меньших объемах, но, конечно, есть. И продажа. Ведь продают государственную собственность. Но это же им и принадлежит классу капиталистов. Продают, а то и не только своим соотечественникам, а наши соотечественники из господствующего класса еще и в обшорную зону уведут, зарегистрируют. А то и зарубежным. А те в угоду своих национальных интересов. Конечно, им это выгодно. И там и поддержка всяческая будет. Конечно, уничтожается отечественное наше производство. И за это, конечно, надо бороться. Потому что даже в условиях сейчас кризиса, вместо того, чтобы рассмотрели такие серьезные меры, которые предлагались Сергеем Юрьевичем Глазьевым, советникам президента на закрытой межведомственной комиссии Совбеза России 15 сентября того года, рассматривалась актуальность проблем развития России и социальной философии в ведущем Санкт-Петербургском госуниверситете, посвященная 70-летию профессору Попову, и то по настоятельной просьбе профессора, ученые, которые в свое время и многие в возрасте, которые воспитали и министров, и вице-премьеров, и патриарх, и многих других, как-то нет таких бурных дискуссий. Вот мы свое, вот у нас свободное время, а время свободное, это для свободного развития. Вот мы пытаемся понять, и это хорошая у нас площадка, и в рамках нашего университета рабочих корреспондентов рассматриваем, что же делать для развития России. И это уже у нас не первая форма. Но вот, к сожалению, на исполнительном и законодательном уровне вот бурных таких дискуссий не происходит. И были и другие меры рассматривались, и мы на этом предлагали. А часто во властных структурах находишься, законодательно-исполнительной власти, ну, вроде так, все по-деловому. Как только оказались в неформальной обстановке, то часто, не всегда далеко, но часто, сразу же идет обсуждение, так, как заработать, как вообще, какую схему предложить, что надо сделать, и когда, как-то возвращаясь, давайте обсудим, как вообще сделать, чтобы Россия-то развивалась. Нет, это достаточно. Достаточно нам на работе, и как-то уходит. или шутками, хорошие анекдоты, и ушли, ушли, и опять, как у Юценюка получилось. И так у многих получилось. Вот, к сожалению, вот такая болезнь есть. И вот, послание президента, и многие часто высваляли, как реализовать послание президента. Ну, послание президента, это же видение. И сегодня он сказал свое видение. Это очень весомое видение. Это первое лицо нашей страны и государства. Но для того, чтобы реализовать, для того, что вот услышав, федеральное собрание, это какой у нас орган власти? Законодательный. Не только восхищение, свои суждения, что правильно, вот где-то реализовывает, хорошо, сейчас Жукову поручили там какие-то вопросы подготовить и сформулировать. А так идет обсуждение, восхваление о реализации достаточно очень сложно, потому что надо ввести, что если на федеральному собранию или верхняя палата, или нижняя палата, или можно и совместно вообще поработать каким-то комитетом и первым лицом для того, чтобы вырвать какие-то законы, по которым будет реализовываться хотя бы, что сказано в послании президента, что предложено другими профессорами. Вот, к сожалению, профессора Попова Михаила Васильевича хоть бы раз пригласили для того, чтобы пообсуждать, а какие меры надо принять в России для того, чтобы Россия развивалась. Потому что даже вчера вот назначили Максима Орешкина, 34-летнего министром экономического развития России вместо Улюкаева. но мне понравилось то, что в беседе с президентом сконцентрироваться о важнейших мерах по развитию страны. Это вот такое. Вот не по прогнозам, как Улюкаев в основном говорил, вот какой прогноз, какой прогноз, как будто это какое-то природное явление атмосферное, там предсказать, что будет в атмосфере. Дождь или солнце, а здесь уже конкретно. Но, зная, что прошел высшую школу экономики, мы знаем этот университет, он часто и делал, и об этом и народная правда писала, делал в интересах часто не нашей страны, а в интересах зарубежного капитала. и к нему достаточно очень много прислушиваются, он считается авторитетным, но казалось бы, есть Российская Академия Наук, поручите Российской Академии Наук, о чем неоднократно говорили, так как это и делал Ленин, поручите Российской Академии Наук разработать программу социально-экономического развития страны, вот сейчас зазвучало до 2025 года, то есть это таким образом понятно, что концепция, которая была подписанная в ноябре 2008 года Владимиром Владимировичем Путиным в качестве распоряжения пятого уровня, которая так и осталась концепцией, концепция, что такое предпределение, замысел, на долгие годы до 2020 года, стратегически важно, но она же не реализована, все, теперь новый виток, конечно, концепция была хорошая, развитие отечественной промышленности, экономики, вот тут как раз и производство темпового роста, потому что нулевых показателей, ну вот ожидается вроде прогноз, не чаяк, не волк, не москвичей, хотя смотрели тогда вперед, и я участвовал до Владивостока, Иван Калита, князь Владимир, на которых Илушков в свое время ездил, все, конечно, это уже зарубежные предприятия на территории нашей страны, и они пришли не добрые деды морозы, а, конечно, чтобы отправить к себе туда прибыль, которую получат на территории нашей страны. Да, если неотечественное, надо или неотечественное? Нет, это зарубежный завод на территории России, конечно, нет, но у нас то, что вы задаете, у нас и в исполнительной власти часто можно слышать, что вот это наши заводы, это же наш, это же у нас, ну какой же у нас, ну какой же наш Макдональдс, мы помним, тогда приводили в пример Тойота, приняла решение сократить производство, сохранив в Японии, а в двух странах, в Таиландии и в России полностью приостановили производство на три месяца. Ну что вы, у нас что-нибудь могут сделать? Конечно, этот полностью зарубежный завод принадлежит зарубежным компаниям и власти никаким образом не могут повлиять на это. И так же, как с General Motors произошло из пяти заводов под Санкт-Петербург, так же под Калугой, там больше уже пятидесяти процентов зарубежных предприятий на территории нашей страны. Конечно, это тоже и первоочередные меры надо принимать, и в программу надо включать, но вот наши рассуждения с вами так выбиваются, мы можем же слышать, что рассуждения о чем угодно. Это очень важные рассуждения о внешней политике, мы можем слышать о многих других вопросах, но чтобы, что надо делать для развития России, вот мы с вами, вот и поэтому и записок много, мы к этому прикасаемся, а в основном вы действительно полагаете, что президент, проводя последовательно буржуазную политику, несет благо трудовому народу, а во всех бедах виноват не капитализм, а исполнительная власть. Мы говорим, что, я говорил, что мы живем при капитализме, я лучшего при капитализме президента из ближайшего окружения не вижу, вы видите, кого бы надо избрать президентом при капитализме. Зюганова, нет. Вообще, вообще, президент был. Ну, давайте, давайте, чтобы избрать, чтобы избрать, чтобы избрать Зюганова, вы понимаете, да, это, много вопросов. Вот сейчас вы хотите, чтобы кто-то прошел, надо, нужны деньги, нету у Зюганова, у рабочих, нету таких денег, потому что это буржуазное общество, буржуазная форма и демократии, буржуазная форма избрания на первых лиц, поэтому, конечно, никакие рабочие при такой избирательной системе, при капитализме, конечно, не пройдет. Вот вы хотите сейчас у Трампа побыть на инаугурации от 2020-го, а 250 тысяч до миллиона долларов надо внести и будете на инаугурации. Борис, следующий вопрос, сколько было долларовых миллиардеров в 1999-м году и сколько их стало в году в 2016-м, ну, если знаете цифры. Ну, я такой учет. Их стало больше или меньше? Конечно, тенденция к тому, это ж не только Порошенко в 7 раз богаче стал за время президентства. И в России, если в целом реальные доходы граждан снизились и борьбу не очень активно проводят, то, конечно, класс имущих, конечно, стал богаче. Второй вопрос, во сколько раз, я не знаю, у меня таких цифр нет. За чей счет обогатились эти господа? За счет рабочего класса, понятно. Ну, конечно. Перечислите те заводы Ленинграда и области, которые были уничтожены по прямому указанию или распоряжению руководства. Понятно. Да. Чтобы сказать, что такие указания были, да, конечно, таких указаний, я думаю, никто и не найдет, чтобы какие-то указания были. была построена экономическая политика, что доставалось отдельным лицам за логовые аукционы или бандитские структуры, причем переходили это заводы. есть охрана, вышибала другая охрана, заходила к директору, сейф стоит, забирали документы подлинные, идите в суд. Суд не принимает никакого решения, потому что нужны подлинные документы. Подлинные документы ушли, новая охрана, новые люди и руководят. Таких различных форм захвата заводов очень много было, но поскольку топталось все, что заводы сделаны в Советском Союзе, свергались и памятники, и мы не случайно сейчас проводим 10 международных научно-практических конференций в разливе. 22 апреля уже пройдет 11 конференция, на которой цель конференции показывает актуальность ленинских идей для решения проблем развития современной России, так там уже памятник Ленина с этого завода, с этого, поэтому, конечно, вот такие. Другой вопрос. Как может производство развиваться планово, если государство с трудом может контролировать свои предприятия и не контролирует предприятия других форм собственности? Мы говорили, что плановое может распространяться на тех, которые государственной собственности. Я говорил, что две формы собственности существуют. Это государственная, это государственная собственность и принадлежащая класса капиталистов на этот план на 20 или 30 процентов, а на 70 или 80, которые принадлежат частным лицам, для этого программа в рамках этой программы и даже без программы госзаказы. Госзаказы позволят развивать экономику, развивать свой класс и в целом страну. Дальше. Пример с ценником. Разве во власти в России мало таких же? Господь. Много, для этого мы и проводим. Дальше. Следующий вопрос. Если по нашему телевидению услышал, что я ценю 24 виллы купил, но услышал про Улекаева, что вот он 2 миллиона долларов подозревается, что взял, но таких особо цифр, кто где купил. Извините, пожалуйста, я вас перейду, это мой вопрос. Я могу вам назвать такого же. Нет, подождите, у нас-то есть вопрос, а у нас выступление, написано, потом выступите, потом у меня заключительное слово. Вопросы, есть вопрос, задан, есть, слушайте, ответ. Да, поэтому, конечно, я такими цифрами не обладаю, кто и сколько, но мы понимаем, даже речь идет, когда вот надо о доходах, потом не только декларация о доходах и расходах, а основные деньги в акциях, а это никто, сколько же у кого акции из законодательной и исполнительной власти, мы же не знаем это, это коммерческая тайна, вы туда не лезьте, потому что все, надо по закону действовать, и следующий вопрос, это же правовой документ, возведенная в закон, поэтому интерес, конечно, господствующего класса. Нет, вы сказали, что мало-таки, вы сказали много всего, следующий вопрос, вы полагаете, что развитие планового государственного производства возможно, в принципе, при этой системе управления государством? я сказал, вот на эти 20-30% принадлежащих государству, конечно, это плановое, остальные можно регулировать, только различными законами или постановлениями, вот это можно регулировать, а, конечно, государство, почему-то плановое. Вопросы из области фантастики и ругательной мы опускаем, следующий вопрос, 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге по распоряжению губернатора цены на проезд в транспорте повысит на 10 рублей, губернатор это делает сведомо или одобрение президента, в чьих интересах будет такое грабительское повышение цен на транспорте? Вопрос фитерический. Понятно, в интересах уже есть. Ну, это, конечно, мы все вспоминаем и советское время, не только жилье, медицина было очень доступно и транспорт очень был доступный. При капитализме, конечно, такого нет. И если мы говорили, что при сталинской экономике каждый март ждали снижения, то, конечно, мы при капитализме ждем повышения. Государство регулирует, конечно, вот, например, в Москве, как транспорт работает. Было МКЖД во времена еще Сталина построено. В чьих интересах еще класса. Всего следующий вопрос. Состав правительства Российской Федерации формируется президентом. Как политика правительства может противоречить политике президента? везде нужны инициативные люди. И при капитализме нужны инициативные люди. Кто мешает министру по своей отрасли заниматься своей отрасли? никто не мешает. Выходить с предложениями. Кто мешает? Ведь не мешает в буржуазном университете, ведущем университете страны, профессору Попову выступать и отстаивать и говорить, что надо делать при капитализме, чтобы наши предприятия развивались. Ведь не мешает буржуазный университет и мы знаем какая категория каких граждан дети учатся там. Ну и так на местах. А если смотреть как 2 миллиона долларов получить за какое-то влияние, а таких у нас очень много, это же не то, как вы правильно сказали. Конечно, будет утекать. Последний вопрос. По некоторым оценкам участие государства и госпредприятий в современном ВВП России составляет примерно 70% против 35-ти в 2005 году. Тем не менее мы видим, что российское производство развивается по принципу шаг вперед два шага назад. Связано ли это с неумелым управлением или есть иные причины? Конечно, связано. Мы говорили, что чтобы выработать надо здорово обсуждать, спорить, вырабатывать проекты на законодательном уровне, на исполнительном уровне это прорабатывать и выдавать меры. Если у нас меры проглатываются, на закрытой межведомственной комиссии советник президента сказал, резонанс на пару недель максимум был, и все, и тихо, и вежливо, безразличные отношения. Конечно, вот, а страна с нулевыми показателями, поэтому будем надеяться, что новое государственное домо, новый министр экономического развития, и я думаю, и президент, может быть, пересмотрел бы его в адрес председателя правительства организационный вопрос, и назначил более инициативного, и, может быть, это подвинуло страну к более высоким темпам развития. Спасибо, Борис Николаевич. Много вопросов. Переходим к уступающим. Пять человек записалось. Герасимов Иван Михайлович. Во-первых, прошлой лекции у нас было по диалектике народу было меньше, это, к сожалению, потому что без понимания диалектики, без вводения диалектической логики, невозможно понять процессы, которые у нас происходят. И, в частности, невозможно понять то, что рабочие капиталисты это противоположности, но противоположности у нас могут быть только в единстве. Это единство производства. И поэтому вот эти вот взвизгивания среди левых, что вот как можно выступать за развитие производства, когда это развитие капитализма, а вы что хотите? Вот Ленин в своей работе развития капитализма в России, и даже в самой своей первой работе, с которой начинается собрание сочинений, он жестко полемизировал с народниками и доказывал, что только через развитие капитализма возможно его преодоление. А все вот эти визги, что вот как можно выступать за развитие капитализма, когда капитализм это самое ужасное, что есть на свете, все продается и все покупается, и как можно здесь, и так далее. Это вообще говоря, реакционный, вот этот феодальный социализм, социализм, как отрицание капитализма, но реакционный, феодальный, который тянет не вперед, а назад к обезьянию. Вот это вот надо четко понимать, во-первых, что в развитии капитализма развиваются и капиталисты, но развивается и рабочий класс, могильщик капитализма. И только при развитии капитализма, при развитии производства можно решать вопрос, кто кого. А если уничтожение производства, уничтожение капитализма, разрушающиеся цеха, там никакого социализма из этого не вырастет, вырастет дикость, Майдан в лучшем случае, как на Украине. Это первое. Значит, потом, по поражительным примерам, вот это я задал вопрос о поражительных примерах, и я могу сказать, а кто такие вот эти капиталисты, на которых вы вообще, говоря, делаете ставку. Два с половиной года тому назад был выпущен спецвыпуск газеты «Правда труда» «Сетровецкий оружейник», о восстановлении «Сетровецкого инструментально-оружейного завода», посвященной восстановлению. Конечно, при этом мы делали ставку на представителей капиталистов, конечно. Кто эти представители капиталистов? Это бывшие специалисты «Сетровецкого инструментального завода», специалисты высочайшей квалификации. Кто-то из них сейчас заведует производством на остатках вот этого «Сетровецкого завода», кто-то организовывает производство инструмента на другой площадке, кто-то занимается импортом станков из Тейранда, но это все специалисты высочайшей квалификации, очень болеющие за дело по своему менталитету. Это все-таки люди с родимыми пятнами социализма, советские, так сказать, советский у них менталитет. И вот, если бы, так сказать, государство помогло выкупить «Сетровецкий завод» и посадить туда вот этих капиталистов, я вот утверждаю, что получил бы развитие регион мощнейшее, и вообще создание инструмента – это стратегическая отрасль в России – «Сетровецкий рабочие» всегда были наиболее передовыми рабочими, в том числе и в событиях в Петрограде в 1917 году. И, в общем-то, это бы все развелось. Но там при содействии активным Валентина Ивановна Матвиенко, которая там была губернатором, этот завод был продан американцу, причем продан он за такие деньги, что вот сейчас они товарищи «Сетровецка» усиленно долбят и Куги, и Валентина Ивановна лично, и никак не может узнать, за какие деньги. Почему? Потому что если выяснится, что он был продан за символическую плату, то, во-первых, может быть юридический казус такой, что это недействительный признан с Дерку, во-вторых, его можно и выкупить, соответственно, за те же деньги. Но вот этот вопрос, так сказать, упорно не решается, и, конечно же, здесь большой вопрос. Далее, позитивные примеры. Создана такая объединенная вагоностроительная корпорация. И вот наши коллеги были в испытательном центре этой корпорации в Тихвине. Надо сказать, карасальный центр с современными самыми стендами. Там ребята увлеченные работают. Но вот это создано как в пику, ну не в пику, как конкурент Ураль-вагонзаводу. А вот Ураль-вагонзавод, и Борис Николаевич, надо сказать, очень неудачный пример привез с оборонной промышленности. Вот что у нас на боку лежит, вот я все-таки выскажу, может, в наибольшей степени, это оборонная промышленность. И достаточно посмотреть на вакансии даже ведущих предприятий и отрасли, вот, скажем, конструкторское бюро приборостроения в Туле и тому подобных фрагманов. Там заработная плата приглашаема от 20 с чем-то там тысяч рублей с небольшим. А в то время, как во всяких совместных, там, в иностранных фирмах у нас, работающих в стране в IT-организациях, там цифры 150 тысяч зарплаты никого не удивишь. И видно, что вот это какая, то, что у нас гноится, а что у нас развивается. Потом вот очень хорошо развивается производство сейчас на Петербургском тракторном заводе. Это бывшее тракторное производство Кировского завода. Там очень торговый директор, он двигает науку, и хотя количественный выпуск, конечно, пока далек от выпуска кировцев, там 10 движений конвейера за смену, вроде как, где-то около того, но тем не менее, он вот пытается двигать науку, федеральная целевая программа выделена на создание трансмиссии трактора, и, в общем-то, там большое очень продвижение, там люди зарплату более-менее не имеют приличную, и деньги есть, и там какое-то развитие такое идет. Но это вот в этих отраслях в отдельных. И вот это есть такие примеры, и, конечно, вот, и как говорил Борис Николаевич, на мой взгляд, не совсем верно это понимание, что иностранные предприятия это сплошное зло. Конечно, развитие даже предприятий иностранных это лучше, чем ничего, потому что все равно создаются рабочие места, крепнет рабочий класс, в Россию так или иначе притягиваются хоть отверточно-сварочные, но все-таки технологии, это лучше, чем ничего, все равно. И вот во времена бурного развития капитализма в России, о которых писал Ленин, у нас тоже 70% горнодобывающей промышленности были иностранные, и агроумы ремонтировали на франко-русском заводе, и мощнейшее было засилье иностранного капитана. Поможет ли здесь Путин? Вообще говоря, конечно, надо понимать совершенно четко, что Путин и все его окружение, во-первых, ребята очень материально обеспеченные, и вообще говоря, у них ничего, так сказать, непосредственно не торкает развивать производство. Во-вторых, они очень сильно связаны с Западом, и вы знаете, что и у Пескова дети за границей, и у Лаврова дочка в США учится, это, безусловно, широчайшее среди них распространение имеет, и не случайно у них главный пунктик, это как бы с нас сняли санкции, имея в виду санкции, в том числе и персональные, и против кого-либо нибудь личное. И поэтому здесь ожидать, ну что вот Путин? Путин обладает широчайшими парномочиями согласно Конституции, у нас президентская республика, а он по сыру делает собранием, заряжает, это кого там, думан, заряжает, вот, и делает пассыр, очень позитивный, как считает Борис Николаевич и правильно считает, эти пассыры позитивные, но вот кроме этих пассыров, вот я как говорится, как тут чукча, что я вижу о том пою, то я могу сказать, что высшая школа за последние 10 лет, она была во многом, она вообще говоря, сейчас в жутко разрушенном состоянии находится, какой человек после хука хорошего челюсть, там в нокдаун не лежит, там он вроде дышит, вроде нет, вот так шевелится, ну а Фурсенко, это сосед Путина по кооперативу озера, Ливанов, человек Фурсенко, нынешний вектор политеха, который вообще говоря, много сил сделок, чтобы главным образом оборонные, кстати, кафедры принизить, это человек Ливанова, это вообще говоря, и кстати, там сейчас в политехе, вот в нынешней, там очень сильные заигрывания с Руснана, вроде как Путин и Чубайс подаются как антиподы, ну вот какие-то вот тут вещи такие вот они, и что же делать рабочим в этой ситуации, когда возможно сокращение, увольнение и так далее, во-первых, бороться за сокращение рабочего дня, если глядет, говорят, что вот наша продукция никому не нужна, у нас падение производства, то все очень хорошо, значит, нам мы должны работать не 8 часов, а 6, и это самое, никому сокращать-то не надо, а зарплату извольте оставить то же самое, все равно у вас излишки у вас есть, не надо, там более чем этих излишков, не надо тут, вот сокращайте рабочее время, и вообще при той зарплате, что мы получаем, мы 1 час в день должны работать, а не 8 часов, второе, это повышение зарплаты, здесь надо четко понимать, что это очень патриотичное на самом деле действие, ибо зарплата, вся прибыль, и не только иностранных предприятий, о чем говорит Борис Никаревич, но и многих предприятий, которые бы никто не подумал, что это иностранные, все равно выводятся, хозяева сидят в офшоры, и то, что хозяева получают вот эти деньги непосредственно, они тут же их переводят, переводят, переводят туда, и то, что деньги оставленные хозяину, это деньги выведенные из России, а деньги оставленные у рабочих, это деньги оставшиеся в России, из налога на эти средства формируются местные бюджеты, рабочие идут в магазин, что-то там покупают в России и здесь, ну и рабочие в конце концов сами по себе развиваются, Семьи их развиваются, крепнут от этих денег, и это рабочий класс, это и есть Россия по большому счету, да, вот мы за Россию, а что такое Россия-то, это что, кучка какая-то там, 15% населения, которые жируют, это Россия есть рабочий класс, так что это вот Россия есть, то вот по зарплате, ну а вообще говоря, если вот видят, что стали завод разрушать, совсем вывозить, но вообще говоря, не надо охухки на руку красть, и так сказать, и можно какими-то и организованными действиями серовыми этому препятствовать, я уж не говорю о таких способах, как вот в Пикалево показали, перекрыли трассу, проверить политический сеанс, вызвали дух Путина, дух Путина приехал, это самое, да, Дерипаске ручку, Дерипаска что-то там подписал, и так сказать, там началось определенное оживление после этого, то есть надо все способы использовать, какие есть, и надо помнить, что статочная борьба, забастовочная борьба, это вот сейчас не что-то там такое эгоистичное, что рабочие от России хотят что-то урвать, чтобы не хватило медикам там и так далее, нет, это самое патриотичное, самое, что сейчас может быть для спасения России направленное, все, спасибо. Следующий, товарищ Милюк. Ну, уважаемые товарищи, для начала хотел бы поблагодарить Бориса Николаевича за содержательную лекцию, за большое количество интересного материала, в общем, сразу по существу начну. Необходимым условием перехода к коммунистическому способу производства от капитализма, разумеется, является централизация промышленности, сельского хозяйства, переход капиталистических отношений на государственно-монополистическую стадию развития. Проблема в том, что в России, как правильно было замечено, этот процесс парализуется, всеми способами притормаживается. Главной причиной этому является разложенная, прогнившая система российского права и полностью деморализованная, в своем смысле, система органов государственной власти. Россия не может развиваться даже нормально по капиталистическому пути, пока у власти находятся такие органы, как федеральное собрание, двухпалатный российский парламент, в его существующем составе. Пока существует та правительственная иерархия, которая была практически, по большей части, сохранилась с ексинских времен и сохранила все те традиции, которые были направлены на разрушение той материальной базы, которая была создана социалистическим способом производства. И причиной, по которой производство постоянно сокращается, да, есть какие-то положительные скачки, как правильно Иван Михайлович замечал, когда говорил про то, что наблюдается подъем на тракторном предприятии Кировского завода. Но в целом тенденция идет на снижение. И причина, конечно, важна найти. Первую причину этого, это будь то идеалистический взгляд руководителей парламента и вообще верховной власти, или же это намеренная компания такая, которая ведется в интересах западного империализма, направленная на разрушение российского производства. Но факт остается фактом. Производство сокращается, и в этом виновата несостоявшаяся структура органов государственной власти. Существующая политическая система не может в полной мере завершить централизацию капитализма и переход его на государственно-монополистическую стадию развития. Следовательно, нужна другая система, которая завершит этот исторический процесс. Я, это лично мое сейчас я говорю субъективное мнение, но единственный способ, на мой взгляд, это переход к системе общественного самоуправления в виде советов рабочих депутатов, созданных на производственных единицах. Причем это немедленный переход. Централизация капитализма в России должна завершиться под покровительством Верховного Всероссийского съезда советов. Это такое диалектическое противоречие существующих общественно-экономических отношений, поскольку существующая система органов власти, но она деморализована даже в капиталистическом смысле слова, и она не может выполнить свою историческую функцию. Следовательно, сознательный пролетариат под руководством Коммунистической рабочей партии, будь то РКРП или РПР, или вообще какая-то организация, сформированная с нуля, должны проводить сознательную политику до завершения материальной базы, которая является необходимым условием основания перехода к социализму, как нижней стадии развития коммунистических отношений. Спасибо. Спасибо. Попов Михаил Васильевич. Спасибо. Я хочу сказать, какие выводы у меня получились из продушных доклада, Борис Николаевич. По-моему, из доклада совершенно ясно, что все, так сказать, неоднократные предложения, соображения, выступления, публикации о том, что должны делать руководители капиталистического класса в России на этапе монополистического капитализма, игнорируются. Причем они игнорируются не только, когда эти предложения идут со стороны ученых, со стороны рабочих, но они игнорируются даже со стороны, если эти предложения идут со стороны академиков, даже со стороны помощника президента Глазева, если они идут. Вот он пишет, что наш финансовый блок работает в интересах иностранных государств. Так, возразить ему никто не может. И это все продолжается. И что, собственно говоря, мы видим? Вот меры, которые перечислял Борис Николаевич, они уже хорошо известны. Во-первых, необходимо составлять план в масштабах того сектора, который является государственным, он 70% уже занимает. Во-вторых, всем остальным, которые частные капиталисты, нужно давать заказы, и они с удовольствием будут их выполнять, потому что за заказы все капиталисты борются. Потому что это гарантированное финансирование, поэтому совсем по-другому пошла бы экономика. Но для этого надо сесть и составить план, а не выступать постоянно с речами. И вот то, что нам рассказывает Борис Николаевич, из этого и видно, что вместо того, чтобы составить государственный план на государственные секторы, на общую часть капиталистической собственности, вместо того, чтобы составить систему заказов, а для этого нужна программа развития России, о которой был разговор, и до капиталистического программирования нашей уважаемой буржады не дошла. Никак она не дошла. Я ни в каком социализме не хочу говорить, она не дошла даже до капиталистического программирования. Хотя вот маленькая Корея, Южная, шесть пятилетних планов взяла. Больше, больше. И двух президентов посадила. Между прочим. За то, что они не выполняют интересы, ну понятно, интересы какого класса буржадей сажают, разумеется, тех, кто не выполняет интересы ее класса. Поэтому надо сказать, что наш класс буржуазей имеет такое руководство, какое он сам есть. Вот, знаете, расползается как тараканы и решает какие-то свои проблемы. Кто с взятками, кто не с взятками, это тоже сказал Борис Николаевич. Обсуждает, как, куда пойти, где, какие деньги получить. То есть не заботится о государственных интересах. И поэтому, ну это даже смешно слышать, когда вот говорится о том, что вот есть послание, надо выполнять. Вот послание, вот если Сталин выступал, надо выполнять. Да, по-моему, как в голову не приходилось, надо выполнять. Что выполнять? Сталин выступил с речью. Его послушали, вдохновились. Ну вот как можно выполнять послание? Послание не выполняют. Послание принимают, послание выслушивают, послание обсуждают, послание рассматривают. Это призыв к тому, чтобы продолжать разговаривать, вместо делать. Продолжать обсуждать. Давайте дискуссии, то уже мы умираем от этих дискуссий бесконечно. Дело-то не делается. Чем отличался товарищ Сталин от нынешних руководителей? Или хотите Сталин, поскольку Сталин представитель рабочего класса. Ну, возьмите Петра, уже упоминал, Борис Николаевич. Ну, тем, что он то, что вам приглашал, то и проводил. Качество, говорит, будем делать. Хорошо, вот, говорите, у вас качественная пушка. Сейчас вас прикуем к этой пушке, будем стрелять. Если она выдержит час стрельбы, не разорвется, значит наградим. Если не разорвется, мы вас наказывать не будем, вас просто никак не будет. И все. То же самое было и когда товарищ Сталин принимал пушку, между прочим, грабина. Стреляет и стреляет, стреляет и стреляет. Потом Сталин выиграет, Пашу пушку пускаем в серию. То есть люди занимались делом, они разговорами. Бесконечные, пустые. Сегодня уже, можно сказать, пустые. Потому что в 1908 году хорошее было начало. Концепция. За концепцией должна быть программа. В ноябре. В ноябре. В 2008 году. Уже прошло 2 по 4. В 2016 год. И абсолютно не продвинулось ничего в направлении государственного на политическую. В направлении роста капитализма. Прогрессивного роста. Потому что если просто увеличивается количество продукции, да и количество продукции не увеличивается. В том-то и дело спад. О чем говорить? Спад, спад, спад. У нас спад сейчас меньше. Новая мера. Успехи грандиозные. Давайте доложим о том, что спад стал меньше. О чем говорить? То есть, из доклада совершенно ясно видно, что никакие меры, которые уже ясны всем, и правы об этом говорят, уже не только левые. И только ученые. Обычные люди все это знают, что нужно делать. Но возьмите там этот клуб, хотите изборские, хотите солдатские, хотите этого самого омбудсмена, предпринимателя Титова. Тоже он выступает. Но все, как один, говорят, сделайте ставку полпроцента, как в мире. Полпроцента. Денег море, у государства море. Они говорят, надо попить, давайте проголосуем, чтобы по пять тысяч дать пенсионеру. Ну это смешно. Это чтобы сэкономить. На этом, на пенсионерах, где-то, где-то, где-то у нас мало. Денег мало. Море денег у России, море. И эти все деньги перетекают в всякие частные карманы. Ну хоть какой-то общак-то буржуазей-то сделает. Она ведет такую общую политику, ну хоть какой-то общак-то сделает ей свой. Бандиты это делают общак, а это буржуазей никак не может делать общак. И поэтому в этих условиях говорит, что достойный у нас получается руководитель, не получается это. Не убедительно. Получается из этого доклада совершенно ясно. Все очень плохо руководят наши государственные деятели. Они не соответствуют этапу развития капитализма государственно-монополистическому. Они не могут составить план даже на общую часть капиталистической собственности. Они не могут составить программу развития России. Они мешают составлять этот план Академии, потому что они занимаются тем, чтобы Академии отнять институты. А не тем, чтобы Академии дать задание. Чтобы Академия сидела и делала план. они ставят на государственные посты людей которые не хотят осуществлять государственные интересы которые не делают нужные вещи так не амортизации не делается не как только уже уж нельзя дальше говорить что никак нельзя терпеть что у нас плоская система налогообложения позорище перед всем миром да давайте на 18 год там обсудим уже и села на потом говорит хотя и голодец и говорил уже разговоры два года надо говорить чтобы потом может быть решатка а может быть и нет и так все переносится в будущее давайте мы еще подождем с этим вот с этим вот с этим то есть уже из этого следует что к сожалению 5 уровень этих самых хозяйственных руководителей экономический очень низкий они начитались наслушались то что пишут и говорят высшей школе экономики которые являются как известно филиалом так сказать иностранного иностранным агентом по существу не по тому что и деньги платят деньги платят им российский бюджет но они действуют в интересах иностранного капитала в этом написано в газете народная правда что это центр иностранного влияния в россии вот правительство этим руководствуются вот сейчас робко сказали у нас будут маленькие самолеты санитарные где эти будут взяты маленькие самолеты опять очередной заказ кому бомбардир бомбардир у нас простаивать наше предприятие очень просто опять нефт продать и купить купи продакшен интернешнл т.д. вот мышление этих руководителей то есть я думаю что это идет саморазоблачение уже перед всем народом дальнейшее саморазоблачение представителей руководителей нашего правящего класса правящий класс показал свою не способность не создать программу развития россии не создать план соответствующий не выполнять то что намечается и придумал новую новую форму выполнять разговор вы будете выполнять разговор мой смешно даже можно выполнять разговор ну план как надо план сидеть сидеть надо не про совещание ходить и не встречи и беседы а надо сидеть и мы знаем как работал товарищ сталин сидел сидел не разъезжал готов занимался с руководителями с хозяйственниками чем составление плана или выполнением это мы только составление говорим сколько уже восемь лет прошло но план же еще выполнять надо а как у нас выполнять по нот была концепция приехал к нам этот самый бывший приседать счетные палаты когда он еще был представителем счетных степашин степашин университет на дни философии петербурге я поднимаю руку а у нас тогда декан был силен совета федерации вот он его привез я поднимаю руку то тот немножко волновался наш декан только говорит вы кратко люди очень кратко спрашивали вру товарищ степашин вот вы счетная палата вы сейчас расскажите какие-то мелкие деньги а вот скажите концепция то выполняется который подписал владимир он так сразу улыбался ведь она кривируется то есть новое слово планирование вы составили план или концепцию или программ это она не выполняется что надо делать ну петр первый бы повесил стали бы расстреляли а эти что делать они раз и переделывают то что не выполняется вот я вам дал задание был не выполнили давайте я перепишу задание применительно к тому что получил то есть новое это не не план как преобразующие не программа как некое тоже скажу средства преобразования мира ну пусть капиталистический хотя бы интерес мы же не говорим что они интересы рабочего класса рабочий класс тоже кое-какую выгода сюда поимеет это развитие производства между прочим и поэтому рабочий класс тоже к спит смотрит на это с учетом своих интересов так что рабочий класс необходим для того чтобы можно было создать советы вот хорошо создавать советы и рыбка если предприятия если они разрушат все предприятия а у нас есть некоторые деньги так пускай разрешает когда все будут нищие и бездомные и все будут скать в этой самой нищете вот они соберутся и что они чего толпа будет социальный взрыв вы читали у маркса у ленина про социальный взрыв я ничего не читал детский лепет и эти разрушает авторы изображают в сервер акционеров поэтому я думаю что вот картина которая представлена борис николаевичем он хотел выводы конечно посвящать но я думаю что картина представленная с которой совершенно ясно видно что товарищей как же уроки не выучили и свои задания которые перед ними свои задачи которые стоят перед руководителями буржуазного класса на этапе монополистического патаризма не выполняет что мы должны таскать вот предъявить как обвинение пусть они задумываются над этим исправиться положили исправить они конечно не могут как уже показывает события столько лет прошло поэтому надежда на борьбу рабочего класса чем иван михалыч сказал им надо не вообще говорить о какой-то борьбе как бывает за конкретные вещи просто a борьбе говоришь и пустота давайте будем бороться наша жизнь борьба за что вы будете бороться ну вот будем значит камень закатывались наверх как связим она там ну будто One Сказываться и моему этим основа докатывает и так сегодня и еще будет у нас борьба борьба не бывает пустой борьба бывает содержать и выработано уже что нужно делать нужно бороться сто лет прошло с того времени когда появился 8-часовой рабочий день что ли это же прошло по равны бороз и ongoing потому что наличие свободного времени для организации рабочие для того чтобы можно было что-то поменять нужно иметь свободное время свободное времяым на Equ16 руной родине бьет вас это время если вы будете заняты сверхурочными работой и если вы будете заняты лечением своим потому что вы после своих урочных работ будете болеть и бегать и повышенную зарплату вы будете тратить на лекарства мы так и говорим что вот эти люди зарабатывать на лекарство если это не будет сделано и средства борьбы одно все что было сделано в россии и в мире всякое улучшение рабочего класса достигнуто только забастовочной борьбой давайте порадуемся что в результате борьбы рабочего класса всего мира и в нашей конституции в тридцать седьмой статьи в трудовом кодексе записано право на запасовку и только запасовка можно производство сохранить потому что вы под угрозой запасовки можно их заставить делать то что нужно и умеет у нас товарища рабочий организовывать запасовка нас товарищи которые должны организовывать это рабочие движения увиливает от этой задачи а самим рабочих без людей грамотных политически подкованных экономических это сделать очень трудно это очень трудная задача опыт накоплен колоссальный надо изучать запасовки докеров авиадиспетчеров запасовщиков форрада дай давай дай не восточников и так далее то есть у нас очень большой и богатый опыт этим надо заниматься и надо организовать борьбу рабочего класса и ставить задачу как ставил ее ленин работе грозящей катастрофы как с ней бороться он тоже переслал меру прям как борис николаевича перечислил это почему-то не делает вообще эти меры в принципе ну можно сделать при капитализме тут ничего еще социалистического нет и это 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 все эти меры связаны с государственным контролем чтобы не разворовывали чтобы налаживали производства контроль учет и так далее почему не делать потому что боятся наступить на хвост этим самым толстосум вот чего я то что это правительство прислуживает этим самым толстосумом вот этим самым миллиардером которым ничего не сокращать или только все увеличивается хотите у вас падение производстве у вас рост производства них рост рот рот вот ну раз это правительство не делает значит вывод отсутствует только один нас они сами приближают момент такой когда когда другой класс будет делать раз этот класс не в состоянии это как ни странно я согласен между по стучке наконец-то к сожалению их еще долго не будет ну а сначала с другого может не все знают но в семьдесят девятом году прошлого столетия понятно ссср был на первом месте в большом отрыве от сша и от японии по выпуску чугуна стали готова проката по выпуску добычи газа это и по нефти тоже вроде вот там где что требуется не особо наука емкой масштабно выполнять тут вот этот наш централизованное планирование госплан он себя оправдывает а тут прозвучало что он же инициативные люди вот такой централизованный план не стоит как инициатива на местах гасили вот сидит умный дядя в кремде говорит сеять кукурузу на северном пульсе попробовать он докажет что это нельзя или распахать всю целину до самого горизонта распахали поднялись ветра и все сдуло знаете настрой для колышенковщине привело на столе гигантских птицеферм свиноферм они до сих пор стоят их песком занесло написано памятник дуракам нужна частная инициатива вот михаил васильев в своем труде про диалектику написал что производительность сельском хозяйстве аж пять раз выше была сша ему должны брать пример соединенных штатов чтобы построить коммунизм вот так я тогда стал здесь как-то даже посмеялись так вот лет 15 назад нужны инициативные люди но быть инициативным человеком в нашем время в такой большой удел очень негативно так быть очень сильным человеком я работал на одном заводе 15 лет назад пришел фрезеровщик пожилой со мной стал работать мы с ним поговорить оказывается в советской был начальник цеха меня ряд изобретений было начались вот эти реформы он свое предприятие организовал механосборочная организовал свой бизнес процветающим довольно стал мне звонки стали по телефону и давай мы тебя будем крышевать чтобы охранять а ты нам что-то отстегивая их конечно не надо меня милиция охранять все они похитили моего сына никакого мальчика 27 лет уже лоб не слабый и прислали его волосы и сказали через день пришлем его пальцы его уши столько заломили такую цену чтобы я его отпустил мне пришлось все это продать да еще в долги влезть у меня был 40 лайков по всему гордо только я это там торгово только нас и выпустили он был низу ровно у него такое было нервное потрясение может смотрели фильм гений обдула в главный ролик вот он человек был инистативно настолько там под и придумал но то централизованной системы ему не давал развернул там всеми патентами свой туалет обклеил если во первых он неправильно здесь и время звучит там негодяи сволочи 5 10 власть истории ни в коем случае нельзя цель из нравственных позиций кстати михаил васильевич этим грешит она там их хорошие люди порядок и непорядочный попробуйте когда я сразу без нравственных но не получил ну да невозможно быть просто невозможно причем желание быть руководителем страны и в то же время порядочным человеком отрочитая и другое чуждо войти вот например путин как говорится боже больше любых порядочность но он же сказал пересмотра приватизации не будет то что я сейчас сказал что невозможно быть пари человеком руководителем стране то вам скажет и тейлеран и макеавель и кардинала решили и тот же стали тот же ленин сталинская право санчет дать говорить а сейчас я говорю невозможно же быть директором завода почему потому что мафия да создает теневую экономику а любая экономика вырастает из теневой экономики я тоже я на счет он ну почитайте потом как так потом вы хотите чтобы развивались экономиста экономического благополучия тогда никакой революции не ждите чтобы была революция чтобы сначала обострилась ситуация чтобы народ взвыл тогда она будет рабочий класс кстати я бы вашу статью в газете пришел хорошая статья показал своим рабочим как там сын жирновского лебеди какие себе эмират по настройству пошел к сварщикам 6 сварщиков сидят услышать когда работа есть когда нет я давайте как учась инициативу акцию протест хотя бы на заводе стены расслышим пойдем картинка наш пациент правкома они ну вот еще да пусть поддаются тебе хорошо а вот сварежку работ тяжело найти ведь как выступила на заводе один ясно всего завода выступил рассказал этот пример что твой какие аплодисменты мне были артюкина 30 автор того вот до таких мариинке вас вы кто еще хочет выступить все как домой побежали ведь не хотят там спустя на рост народа упала россия вот тут большого централизованных планирует в одну реку дважды как тут древность не стоял не войти но как бы можно дважды в разности будет уходить то не в одну дважды но ты так хочешь чтобы опять же шлеп на те же грабли наступить советы рабочие они конечно были да там была своя грызня такая были свои провокаторы свои штрейбрехер свои азефы и не только его на вознесен сам совет еще пока вот какие там собрали типа профсоюзов удочат и делал потом провокатором создать поплатился но рабочий знаешь за советов не доросли и рабочих стать очень много миллион миллион много мидер миллиона людей многом договориться не словно между ними обязательно грызня начнется как всегда это неизбежно наши если большевики игры истинные марксисты не могли двориться ленин сплеханов на прятых это все давайте время у нас заканчивать вот артисты департия знаете с лошадиный морд и потом почему сюда перебежал налоги меньше тут не прогрессив налогообложения вот может быть жива не особо грызть ваш него бедиться зюганов тоже прогрессивное налогообложение я за забастовки революции чего вы в столетии не дождетесь спасибо а учитывая ваши ругательные вопросы я боюсь что не получится дорогие товарищи мы очень хорошо вот в рамках нашего университета рабочих корреспондентов можно сказать тоже получился дискуссионный клуб не хуже чем где изборский клуб который возглавляет александрич браханов не хуже там столыпинского клуба а у нас в другом ключе но получился тоже дискуссионный клуб вы нас принижаете да очень извините хотел сказать я что это дискуссионный клуб превосходит может быть многие дискуссионные клубы которые я перечислил спасибо ректору что он не смотря на свою занятость он ведет этот университет и берем на превосходство то есть мы не подражаем у тем клубом в нашем университете дискуссии чтобы на превосходство и я даже слышал сегодня мы здесь пообсуждали что даже чтобы ему участвовать и выступать он даже отпуск свой очередной берет чтобы затрачивать вот на эти важные вопросы вот это надо учиться конечно и в исполнительной законодательной власти многим то что мы говорили конечно мы все хотим чтоб наша страна развивалась конечно да то что в общем мировой экономики вещи за сто процентов взять америка 25 процентов китай хоть и на пятки наступает нам это бить 15 а россия полтора процента производит по экономике а так экономисты посчитали я могу только процитировать это цифры я в этих цифрах не знаю не считал у меня нет институтов но речь идет о том речь идет о том что вот у исполнителя власти достаточно много институтов которые могли бы вырабатывать меры достаточно большие штаты большие рычаги и потенциал громаднейших законодательной власти которые тоже могли проекты законов делать такие чтоб развивалась наша страна наш университет помогает этим вопросом идти вперед и то что вы говорите и инициативные на инициативные вот это же тоже инициатива президента техникумы возродить профессиональные технические училища возродить это же инициатива рабочих с чтобы балтийский завод был сохранен в той или в другой форме и уже госзаказы и делают самые мощные атомные ледоколы и ленин и арктика это же инициативные то есть инициативу прорабатывают на различных уровнях чтобы она отфильтрована была вымерено и двигалась страна вперед вам спасибо то что мы все участвовали будем дальше вырабатывать и давать предложения и бороться и вместе с рабочими бороться за развитие россии спасибо за внимание так объявление значит у нас занятие восьмого числа но пока вопрос решается у нас осталось и 2 2 лекции первое это пугать современные проблемы диалектики брата пугавлан аксеич и марксизм сегодня вчера сегодня завтра доктор философских наук профессор казенов александр серединич в данный момент просто решается вопрос вискать определенными проблемами у протокол поварим на течи кто будет восьмого числа но так лекция состоится следующий 4 восьмого числа и Продолжение следует...